Не забываем, первым делом, как я вас учила, парток. Сегодня на ужин у меня будет салат из остатков. Я просто всегда, все, что я нахожу в холодильнике, я смотрю, что надо докупить. И докупаю, и у меня получается такой среднего размера салат. В принципе, хватает самого салата и куска хлеба на ужин. В прошлом влоге я показывала, что я заказала эту коробку ингредиентов на ужин. И в ней был рецепт такого, как пирога. Я не знала просто, насколько просто это делать. Я нашла, оказывается, вот эту супермаркет всегда продавали. Я просто редко на такое обращаю внимание. Но это, в общем, такое просто тесто уже готовое. И оно в круглой форме. У меня голубика осталась в прошлой неделе. Мы ее так никуда не добавили. И, по-моему, это ежевика. Да. И два банана, которые уже созрели, более-менее. И вот такую ванильную пудру я нашла еще. Видимо, моя мама покупала. Я такого точно не покупала. Это как взбитый такой, чтобы крем сделать ванильный. Но я его добавлю как начинку. Смешаю со всеми этими свежими ингредиентами. Я прям все ягоды кину, чтобы он прям такой ягодный получился. Потом одно яйцо взбиваем сверху. И кусочки чуть-чуть... Ну, вообще масла, но я маргарин использую. Маленькие кусочки, как маргарина, попихать по нему. То есть, чтобы когда вы разрезали... Ой, эти кусочки такие вкусные. Мне как-то один попался, и я такая... Вообще, у меня еще в планах было добавить кусочки белого шоколада. Знаете, такой для готовки? Потому что в прошлом рецепте были кусочки черного шоколада. И они очень вкусно получились. Но у меня древа голова, и я забыла ее купить. Поэтому мне кажется, с ванильным кремом и так сладко будет. Так что приступим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Для салата нам понадобятся салаты и листья. Потом у меня осталось немного томатов. Потом я нашла у себя кукурузу. И эдемами я добавлю. И все это я заправлю вот этим соусом. Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока наш пирог еще делается. Где-то еще 7 минут надо его подержать. И салаты уже стоят готовы. И я решила быстренько сделать напитки. Хотела показать вам, как я делаю моктели. Моктели это такое типа слово, которое американцы используют. И я сначала думаю, что это за моктели. Оказывается, моктель это просто безалкогольный коктейль. Наверное, просто такое у него имя прикольное. В общем, для моктелей я выработала такую систему. Каждый раз, когда я хожу в супермаркет, я покупаю два любых напитка со вкусом. Я стараюсь брать обычно, ну, какие-то низкокалорийные. Я стараюсь избегать, конечно, из квартама. Но сейчас стали очень много делать газировок, которые, ну, там, меньше сахара имеют и так далее. В этот раз я выбрала персиковую маргариту и манговый сок. Я их купила, поставила в холодильник и каждый раз, когда я захочу моктейль, я беру лед, потом газированную воду. У меня такая машина, я ее сама делаю, так как я пью очень много газировки. Так как я пью очень много газировки, я этой машиной пользуюсь где-то три раза или четыре раза на дню. У меня как только там такой баллон, который можно в любом супермаркете поменять. И поэтому я, да, ни в чем себе не отказываю. Для того, чтобы еще было послаще, я обычно разбавляю весь этот микс каким-нибудь сиропом. Вот этот сироп у меня есть с лимоном и мятой. Он такой свеженький, он добавляет, знаете, в конце, когда вот через трубочку особенно пьешь, он в конце такой прям сладкий привкус добавляет. Я люблю, в принципе, очень сладкое. Поэтому, да, я стараюсь просто все смешивать. И у меня как-то получается каждый раз, что эти миксы очень вкусные выходят. Мне кажется, у меня талант. А еще я очень скромная. В общем, да, столько льда мне хватит. Я думаю, я попробую эту персиковую маргариту. Она еще газированная, это отлично. Так как это больше газиков в итоге дает. Когда они газированные, я смешиваю с газированной водой. Немножко не так газированные выходят. Газированные, газированные, газированные. Наполовину так и наполовину с газировкой. И прям чуть-чуть вот так вот в конце. Чуть-чуть мяты. Немножко помешали. А, вау, вау! Последний штрих. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...